Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий. Я вам обещал 7 инсайдов про Матч ТВ. Это 7 инсайдов про Матч ТВ. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, ставьте лайк и поехали. Матч ТВ Сразу же глаза вывалились из орбит, что, 2 миллиона? И я начал выяснять, что к чему. Оказалось, что по прошлому контракту Аршавин на Матч ТВ зарабатывал около миллиона рублей в месяц. Потом договор переподписали, добавили какие-то условия, то есть эксклюзивность, походы на студии, походы на матчи, участие в каких-то шоу. И зарплата выросла с одной единицы в месяц до двух, то есть Бигги нас не обманул. 24 миллиона рублей в год. Это просто грандиозный оклад по меркам российского спортивного ТВ. Так что за Аршавина можно только порадоваться. Правда, эта сумма все равно, наверное, поменьше, чем та, которую можно напилить на трансфере Сергеева. Но я вам ничего не говорил. Кстати, существует теория, что Андрей Аршавин использует Матч ТВ не только как платформу для заработка, но и как трибуну для того, чтобы гасить Сергея Симака и расшатывать его позиции. Я думаю, что это бред, потому что, зная нынешний Зенит, там расшатывать позиции нужно изнутри, а не снаружи. Поэтому я уверен, что Андрей Аршавин искренне критикует Симака, просто потому, что ему не всегда нравится, как играет Зенит. Никаких теорий заговора. Ребятушки, наша любимая РПЛ еще не вернулась, зато сейчас играют во всех европейских чемпионатах. Правда, иногда матч отменяется, но не важно. Если в какой-то момент вы поймете, что вам хочется загрузить на какую-то игру, а вы до этого, например, такого вообще не делали, вспоминайте о том, что у меня в закрепленном комментарии лежит фрибет от моих легальных партнеров из пари-матча. Это фрибет на 1000 рублей, и его очень просто получить. Кликаем по ссылочке из закрепленного комментария. Проходим регистрацию, проходим верификацию, все место занимает максимум 5-6 минут. После этого пополняем баланс, получаем халявную 1000 рублей, ставим ее куда-нибудь, и если вы выигрываете, чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами вернется вам на счет. Еще раз кликаем по ссылочке из закрепленного комментария, скачиваем приложение пари-матч, кайфуем от европейского футбола, и помним, что ставки это не работа. Это строго для развлечения. Поэтому не ставьте больше, чем готовы проиграть. Вот такой вам совет. Как Влад Радимов наказал журналиста. А вот и жирненькая, сочненькая история, которая произошла несколько недель назад, и почему-то никуда практически не утекла. Итак, кто-то, наверное, знает о существовании Максима Ланазарова, кей-кукуруку, сотрудника Спортэкспресса. И вот у этого кукуруку давний рамс с Владом Радимовым. Постоянно они закусываются в Твиттере. А тут бац, какой-то эфир на Матч ТВ. И кукуруку с Радимовым сталкиваются в раздевалке. Теперь есть две версии событий. Первая версия озвучена самим кукуруку, что они зацепились с Радимовым. Но очень многие люди, независимо друг от друга, те люди, которые, естественно, либо присутствовали, либо общались с теми, кто присутствовал, говорят, что Радимов просто-напросто ушатал кукуруку. То ли там был один удар, то ли несколько, но сочных. Да, после этого кукуруку все-таки появился в эфире, но Влад Радимов однозначно победил в той драке по версии и вообще по информации моих источников. Я совершенно не сторонник насилия. И, честно говоря, трэш-шток в Твиттере что у кукуруку, что у Радимова довольно слабый. Но отметим прогресс Владислава Николаевича. Если 19 лет назад он зажимал журналистами Халиченко по трибунке Петровского с помощью двух бодигардов, то теперь решил вопросы самостоятельно. За это ему еще раз влетит Респектыч. Кем из экспертов нероволен на Матч ТВ? Мне задавали вопрос, а ты не знаешь, кто еще из комментаторов хочет уйти с матча? Как правило, эта информация не утекает. Окей, я за несколько дней до ухода Масаковского знал, что он собирается сваливать, но и про Нобеля, и про Казанского узнал одновременно с вами, потому что такое анонсировать не принято. Зато есть инфа, что гораздо меньше эфиров будет у Александра Мостового. У него хороший прайс за приход на Матч ТВ, то есть за какой-то закрытый сегмент, больше стандартных 30 тысяч рублей, но часто бывает такое, что он сначала соглашается прийти на эфир, но в последний момент говорит, извините, пожалуйста, не могу, или в тот же день, в день эфира отказывается, или просто сразу говорит, блин, у меня дела. Короче, его будут меньше привлекать, чтобы в принципе на него не рассчитывать. Но здесь он однозначно виноват сам. Как мы проживем без такой аналитики, я не понимаю. Повышают ли зарплаты на Матч ТВ после ухода ключевых сотрудников? Я уже говорил, да, ушли Казанский, Нобель и Масаковский, надо удержать каким-то образом остальных, но я так понимаю, что зарплаты пересматриваются строго в индивидуальном порядке. Бывает такое, что просто руководство накидывает 35-40%, бывает такое, что ты приходишь, аргументированно объясняешь, почему тебе должны платить больше, например, потому что ты будешь больше работать, а бывает такое, что ты приходишь, говоришь, дайте мне больше денег, тебе говорят, нет, не дадим, но есть такой-то фриланс, что-нибудь озвучить, где-нибудь сняться и так далее, и ты, вероятнее всего, согласишься. То есть нет такого, что, блин, у нас ушли сотрудники, всем повышаем на 20%, чтобы всех удержать. Такого действительно не существует на Матче, и в целом он не слишком озабочен сохранением кадров, при этом любопытный, опять же, недооцененный момент из интервью Саши Аксенова с Нобелем. Любопытно, что Василий Конов уже после ухода Нобеля с матча звонил ему и говорил, слушай, Нобель, а не хочешь вернуться, что-нибудь прокомментировать, потому что, в принципе, это конфликт, наверное, исчерпан, но вот до сих пор Нобель не вернулся, и, вероятно, не вернется. Очень и очень странная политика Матч ТВ. Может ли Владимир Стагниенко вернуться на Матч ТВ? Сразу же скажу, вот был такой вопрос, инсайда у меня, естественно, нет, это супердивальная аналитика, но, по-моему, все звучит логично. Вполне возможно, что Стагниенко действительно уже очень скоро, где-нибудь через полгодика, камбэкнется на Матч ТВ. Давайте просто вспомним обстоятельства ухода Стагниенко с матча. Это было примерно 6 лет назад, и тогда Владимир Сергеевич ушел, потому что ему пообещали изначально, что он сможет комментировать Евро 2016 года на ВГТРК, а потом сказали, извини, пожалуйста, ты будешь работать на матче, а следовательно у тебя не будет каких-то главных игр. Стагниенко такой, нет, мы так не договаривались. Я сваливаю и действительно ушел. Но с тех пор он отработал и Евро 2016 года, и Чемпионат мира 2018 года, и снова Евро уже в 2021 году, а сотрудникам Матч ТВ постепенно, постепенно разрешили работать на ВГТРК. Все мы помним опыт Александра Ниценко. Поэтому все стало гораздо мягче и гораздо проще. Самое важное, что уже со следующего сезона права на трансляции матчей АПЛ возвращаются на Матч ТВ. И если мы представим себе, что Стагниенко станется боссом на ОКО, то там флагманским продуктом будет Ла Лига, которую Владимир Сергеевич, мягко говоря, недолюбливает, а твердо говоря, презирает. Поэтому я себе очень легко могу представить, что вслед за АПЛ на матч вернется и Стагниенко, который тем более был уже и в студиях Матч ТВ, был и на корпоративе Матч ТВ вот совсем недавно. И никакого негатива Стагниенко не излучает. Он в принципе очень позитивный человек. Но он уже неоднократно в Фейсбуке максимально респектно отзывался в адрес Матч ТВ. Так что мне кажется, что если матч сделает Стагниенко главным по Англии, то есть не просто комментатором, потому что не просто уйти с какой-то руководящей должности на должность обычного комментатора, если его сделают главным по Англии или шеф-редактором по АПЛ, то он стопудово согласится и для Матча. Это очень хороший имиджевый ход, за который можно и переплатить. За что Матч ТВ точно заслужил респект? Мы регулярно ругаем Матч ТВ и, разумеется, за дело. И одна из главных претензий звучит так. Какого хера? Матч на наши налоги крутят какие-то древние фильмы, не совсем даже спортивные. Да мы их видели тысячу раз. Покажите какой-нибудь Саный Спорт, покажите гандбол, нет, у вас опять Стивен Сигал и прочая дрянь. Но недавно Михаил Поленов, Александр Еремеев сделали проект не премьер-лига, где всякие недооцененные клубы, недооцененные команды показываются в том ракурсе, ну, в котором их обычно не показывают. То есть профессиональное ТВ-оборудование, приезжают ведущие, делают сюжеты. Классно, кайфово, атмосферно. Короче, я думаю, что этим контентом можно насладиться, тем более это чистейший саппорт Your Local Team. В общем, возможно, вы подумаете, что мне занесли, нет, мне нихера не заносили, просто у меня хорошее отношение с Сашей Еремиевым, я знаю, что он все делает на совесть. И вот я вижу, что у проекта не премьер-лига всего лишь 35 тысяч просмотров на ютубе на данную минуту. Это крайне мало, это, естественно, не окупабельно. Вы же сами не смотрите такие видосы. Смотрите их, ссылочка лежит в описании. Но здесь не было бы инсайда, если бы я его не накрысил. А инсайд все-таки будет. Я выяснил, что сейчас ведущие вот за один эпизод такой программы зарабатывают сумму, которой достаточно для аренды неплохой однокомнатной квартиры в Москве. Не в центре, но достойной хатки. Так что сами думайте, какая там сумма и прикидывайте, насколько это интересно, в принципе, делать. Рубрика «Пусть говорят». Если вы не любите всякую грязь, смело подписывайтесь на канал и ждите чисто футбольных видосов. Но если вас что-то интересует такое более-менее пикантное, как писали в журналах нулевые, то слушайте дальше. Несколько недель назад лежал я на диване, листал ТикТок, вы уже знаете, что у меня есть такая дурная привычка, и набрел на профиль ведущий Матч ТВ Олеси Серегиной. Зашел в этот профиль и увидел, что у нее есть ТикТоки, которые собрали 6 миллионов просмотров. Оказалось, что муж Серегиной уже некоторое время, довольно продолжительно, несколько лет, находится на зоне. И она раз в несколько месяцев гоняет к нему на зону, передает какие-то продукты, снимает на камеру, как там все происходит. Из этого лепят ТикТоки. И, естественно, она популярна там. Она такая ждуля, причем в третьем поколении, потому что и ее мама, и ее бабушка тоже в какие-то мутки вступали с уголовниками. И вот казалось, блин, как же круто. Какая верная жена, у нее еще и ребенок есть, дожидается своего мужа из тюрьмы. Я показываю это Ульяне Владимировне. Она говорит, да, круто. Потом я вижу, что есть какие-то обнимашки с другими ведущими Матч ТВ в том же ТикТок профиле, объясняя Ульяне, что это, наверное, не ок. Она такая, да нет, это нормально, это же просто подружески. Я такой, ладно, окей. Мы там пошутили, дождалась бы меня Ульяна или не дождалась. Потом я даже написал к себе в телеграм-канал пост о том, какая молодец Олесе Серегина, что она ждет своего мужа, у которого сфабрикованное дело, который должен выйти. Вот она, настоящая любовь. А что же происходит дальше? А дальше некоторые сотрудники Матч ТВ читают мой пост в телеграме и пишут мне, ты че, ку-ку что ли? Да это Олесе Серегина просто создает образ вернейшей жены. На самом деле, она по телефону со своим этим мужем разговаривает так, словно это она из-за него угодила в тюрьму. Типа, да какого хера ты не звонишь? Да у меня свои дела, на сколько можно? Ну и так далее. Ну и естественно, я получил подтверждение, что Олесе Серегина периодически, правда, вешалась на других мужчин, сотрудников Матч ТВ. Я очень расстроился, я как-то переваривал эту информацию, а потом бац, выясняется, что Серегина разводится со своим уголовником. Так что хэппи-энда не получилась. Очень грустная история. Не доверяйте тому, что вы видите в ТикТоке. Вот какая мораль у этого сюжета. Ребятушки, на этом мы заканчиваем. Но я напоминаю, что нужно подписываться на мой канал. Во-первых, потому что скоро 30 тысяч подписчиков, и я буду самым счастливым человеком на земле. А во-вторых, потому что я готовлю цикл видосов про комментаторов и еще несколько больших роликов. Их содержание пока что не буду анонсировать, но честно, каждый день я над каким-нибудь сценарием работаю, поэтому подписывайтесь, и колокольчика тоже жду. С вами был Павел Городницкий. Лайк, коммент, подписка. Чао! Продолжение следует...